Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Корчагина Галина, и я занимаюсь продвижением бизнеса в интернете. И сейчас мы с вами поговорим с замечательным человеком, академиком, экспертом в вопросах личностного роста Инной Нефедовской. Мы зададим ей несколько вопросов, и я думаю, что все эти вопросы волнуют нас всех, и ответы будут полезны для всех. Здравствуйте, Инна, и скажите, пожалуйста, почему именно эта тема вас волнует, именно тема личностного роста? Чем вот она вас привлекает? Дорогие друзья, вас приветствую всех в эфире, рада всех видеть, рада посылать вам свое объятие, свою энергию. Почему личностный рост? Потому что именно эта тема ведет к результатам, ведет к изменению качества жизни, ведет к успехам. Очень долгое время я проводила семинары, выездные тренинги в России, за рубежом. И мне очень нравится, когда меня окружают успешные люди, мы общаемся, мы обмениваемся лучшими, обмениваемся качествами, возможностями. Для чего? Для того, что у каждого народа, у каждого человека есть что-то самое ценное, самый вот такой цимус жизни, который можно передать другому человеку. И тогда в жизни другого человека тоже придет радость, счастье, успех, изменение. Вот для этого это мой путь, это моя миссия, можно сказать. Я это люблю, я всегда знала, что я это хочу, и поэтому я этим занимаюсь. Да, это очень интересно. Но скажите все-таки, каких же успехов Вы достигли в этой деятельности? Какие у Вас достижения? Смотря в чем измерять результаты. То есть, если говорить о количестве проведенных мероприятий, то я даже сейчас по географии своих проведений семинаров выездных даже по пальцам не смогу перечислить. То есть, это начиная, если мы идем в сторону Дальнего Востока, то это Урал, это Новосибирск, дальше Абакан. Это выездные семинары на местах силы планеты Земля, где очень насыщенные, очень энергетически заряженные зоны. Если мы идем на восток, то это Киев, то есть Украина, Киев, Кировоград. На Украине столько городов, что я сейчас, честное слово, даже не перечислю на пальцах, где удалось побывать и поработать. И Украину очень люблю, я просто это потрясающая земля. Если мы идем на север нашей страны, то это Вологодская область, это... Сейчас тоже затрудняюсь даже город назвать. Вологодская область не приходит, к сожалению, но ничего страшного. Ну, а если мы идем на юг, то это в зону Сочи, в зону Черного моря. Вот такая география. Если брать за рубежом, то больше всего мне впечатлил проведенный семинар в Берлине. Потрясающе невероятные места мы прошли. И еще... Ну, вообще, в принципе, я с международными экспедициями более 20 стран проехала. То есть мы собирали разный опыт, разные возможности у разных народов. И сейчас я это, конечно же, использую в своих практиках. То есть как сделать жизнь человека еще более успешнее, более процветающе, вот такой радостной, вот такой яркой, запоминающейся. И все это использую в тренингах, в обучающих мероприятиях. А если говорить, это, скажем, результаты по территории, а еще какие результаты моего личностного роста, да, то есть мой личностный рост – это развитие моих сверхвозможностей. То есть что я могу достигать легко, какие я могу проходить какие-то задачи, какая у меня решабельность, какая чувствительность и так далее, и так далее. Если у меня есть эти качества, то это я могу передавать другим людям. И получается, что результаты развития самого человека в результатах тех людей, которые идут за ним. Поэтому говорить о результатах можно только по отзывам, когда человек проходит какие-то события, и вдруг в его жизни начинают происходить чудеса. Например, на Урале одна женщина была на семинаре, а у нее был, ну вот один просто из примеров я вот хочу привести, что такое чудо, да. А у нее был сын, 17 лет тогда ему, по-моему, было. Он был на инвалидности по психическому заболеванию, и после того, как семинар закончился, и она поработала, она раскрылась, у нее пошли потрясающие изменения, то через какое-то время оказывается, что у сына снимаются инвалидности. То есть, как это происходит? Ведь не с сыном напрямую работа какая-то шла изменения, а так и происходит, что у родителей и детей очень тесные связи, очень тесные обмены. Если один человек начинает меняться, то у второго автоматически происходят изменения. И это один из многочисленных случаев, в которые все эти отзывы, они есть на Ютубе выставлены, они есть на моих сайтах, и, то есть, результатов очень много. И оценивать их вот как бы за какое-то короткое время это нереально, потому что это путь длиной в жизнь на сегодняшний день. Ну вот такой практический вопрос. Как Вы считаете, вот все-таки, каким образом новичку стартовать в инфобизнесе? Вот хотя бы какие-то наметки скажите, пожалуйста, на эту тему. Ну да, если касаться темы инфобизнеса, это немножко другая тема. Это тема, касающаяся проведения вебинаров, тренингов в интернете. То есть, сейчас только я рассказывала про выездные семинары, тренинги, а сейчас мы ведем речь уже о работе в интернете. И инфобизнес – это определенная часть моей жизни, то есть, передавать опыт, передавать возможности человеку для того, чтобы он монетизировал свои знания, потому что они есть у каждого человека. И с этим я сталкиваюсь все время, что люди просто себя внутри не знают. Они не знают, а что же у них там такой черный ящик под названием «я» внутри. Почему черный? Потому что они исследованы. По большому счету не знают свои таланты, свои возможности. А какой у меня личностный ресурс? И когда это начинает скрываться, когда люди начинают еще больше уточняться в своих знаниях, в своих чувствах, в своем опыте, то они начинают выходить на свой жизненный путь, который, занимаясь любимым делом, ты получаешь за это деньги, и ты приносишь, самое главное, пользу людям. Ценности, полезности – это самое большое счастье. Я все время для себя открываю единственный секрет успеха ежедневно. Это самое большое счастье, если ты реализуешься на 100%, вот как ты хочешь, прямо во всей своей полноте. А это самое большое счастье. Все другие счастья, они тоже счастье. Да, любовь, да, вдохновение, творчество, да. Но реализация – это самое главное. Если это есть, все остальное выстраивается. Приходят деньги, есть окружение, есть связи, ты устойчив, ты здоров, потому что ты любимое дело делаешь, у тебя энергии, море, потому что тебя любимое дело заряжает и так далее. Вот, что делать новичку? Начинать этот путь нужно с поиска своей темы, своей ниши. Потому что бизнес в интернете предполагает поиск. А что мне, собственно, нравится делать? Что я люблю? Больше всего, что я люблю? Если, например, ты перечислил, люблю ходить в кино, читать книги и так далее, и так далее, написал список. Дальше. А что я могу, собственно, делать? Уже какой у меня опыт накоплен? Если ты и здесь уточнился, то тебе легче уже вывод сделать, где ты можешь что-то пробовать. А дальше нужно обязательно протестировать. А что, собственно, покупают? Вот если я люблю вязать макраме, смогу ли я это продавать? То есть, получается, я это люблю, я это могу делать. А покупают ли? Не факт. Да? А может, покупают. Надо тестировать. Но если у вас на пересечении трёх аспектов, я это люблю, мне это нравится, я это могу, я в этом мастер, и это покупают, происходит озарение, что это то, то, что я хочу делать, вот здесь вы попадаете в точку. Поэтому новичку начинать нужно с этого шага. А как это делать? Мы как раз изучаем, мы как раз это делаем каждый день. И сейчас у нас идёт турнир по вебинарам. Я его провожу с Аликсом и Венго, то есть это турнир по вебинарам самый известный, который начинал делать Аликса Венго, и сейчас он его передаёт нам. То есть мне, не Федовская, этот турнир сейчас может проводить и Елена Казанцева-Брагина, и Юлия Пряхина сейчас будет проводить, и так далее, и так далее. То есть те, кому это созвучно. И потрясающий тренинг, который я приглашаю каждого, где каждый человек с нуля, если вы даже ничего не знаете, вы столкнётесь с места, ваша жизнь поменяется качественно. Вот. Ну и в конце... Понятно, да. Хорошо. В конце ещё хочется узнать всё-таки... Дайте какой-нибудь совет, как всё-таки добиваться своих целей, и как стать успешной женщиной, например. Какую-то вы, может быть, дадите свою фишку, может быть, какую-то вы дадите. Как это всё-таки... Ну, хоть что-то нам скажите на эту тему. Как быть успешным, как добиваться своих целей. Совет, рекомендации. Всё очень просто. Нужно идти и делать. Если, например, даже что-то страшно, если, например, человек начинает сомневаться, у меня не получится, я не могу, я то-то, то-то, я то-то, то-то. Всё. Эти сомнения зароят человека ниже всех его возможностей. Здесь не может быть... В инфобизнесе нет других законов. Здесь закон один. Иди, берись и делай. Иди и делай. Если ты делаешь, не оцениваешь себя, получится, не получится, могу, не могу. Если ты делаешь, у тебя в любом случае результат будет. Будет он медленный, будет он быстрый, но он будет. Но если только сомнения, только разговоры, да, вот они это могут. Вот Инна Федовская, да, она этого достигнет. Достигла результата, да, допустим, какие у нас результаты в прошлом тренинге, которые я осенью проводила. За месяц группа, которая прошла, она заработала около двух миллионов рублей. И причём эти деньги приходили по разным источникам. У кого-то не запланированные, у кого-то заработанные и так далее, и так далее. То есть я говорю общий вообще результат финансовый. Вот получается, да, вот Инна Нефедовская может, да, Любовь Латыпова умница, вот она может, там, да, и так далее. Сейчас вот если партнёров буду перечислять, Елена Казанцева-Брагина, да, супер, там, Наталья Ковалевская, да, супер. А вот я, я не могу. Ну всё, вот как только сказал, что начались сомнения, начались страхи, не пройдёт человек никуда. А кто проходит, у кого глазки горят, щёчки блестят, то берётся, делает, и жизнь начинает меняться, потому что жизнь фантастическая, она настолько неожиданная, новая, сильная, ты никогда не знаешь, что будет в следующую минуту. Следующая минута всегда зависит от предыдущей. Поэтому я хочу пожелать всем, кто сейчас меня слышит, в своей жизни шагать вперёд, шагать к своим целям и делать действия. Составьте план своих целей. На моём сайте, на моём блоге очень много статей по достижению цели, по визуализациям, по каким-то практикам, как достигать цели легко, составили себе эту цель достойную, которую вы хотите. Дальше план действий. И пошагали. И всё, жизнь начинает меняться. Спасибо вам большое за интервью, за вашу работу, за вашу помощь новичкам. И, дорогие друзья, я вам хочу сказать, что если вам понравилось это интервью, пожалуйста, отмечайте в соцсетях, лайкайте, и вы получите подарки от Инны Нефидовской и от меня, от Галины Корчагиной. Всего доброго. Мы разместим свои ссылочки внизу на страничке, где вы можете получить подарок от меня и от Галины Корчагиной. Всем пока-пока. Всех обнимаю. До встречи в наших проектах. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok